И вот он, красивый Эль-Джахили форт, который был построен шейхом Зайдом I в конце 19 века. Один из самых больших фортов в Арабских Эмиратах. Можно сказать, с него начиналась богатая история этой страны. Сегодня пойдем и все посмотрим. Все, сейчас подходим к форту Эль-Джахили. Как обычно в Иляйне, все экскурсии практически здесь бесплатные. Поэтому за посещение этого прекрасного форта платить не надо. Всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы с вами посмотрим прекрасный Эль-Джахили форт, который находится в городе Иляйне. И скажу вам более того, это мой самый любимый форт в Арабских Эмиратах. Очень люблю приходить сюда и гулять. Точно делаю это каждый год, а то и пару раз в год. Почему этот форт такой классный? Сейчас все по делу посмотрим. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Начинаем! А форт такой огромный, кажется, да? Один его угол. Такой большой зеленый парк окружает этот форт. Называется Эль-Джахили парк. Второй угол, ну. Пойдем попробуем уже попасть внутрь. Ну да, конечно же, сейчас у нас померяют температуру. Это обязательно. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! Спасибо! Вот попали мы с вами в форт. Показываю вам с самого основания. Ворота. Вход в форт. Башни. Его основания. И стены. Такой огроменный форт был. Да и сейчас есть. Начинаем прогулочку с левой части. Когда прихожу, всегда вот направляюсь именно слева, направо, по центру. Там все посмотрим, все расскажем. Поехали! Вот прогулочка начинается. Идем мы за Наташкой. И очень жарко. Знаете, сейчас февраль. Зима. Это видео вы, скорее всего, увидите в марте. Поскольку в Абу-Даби много видосиков наснимали. А вот и ворота, как они выглядят. Но солнце бьет в объектив. Я надеюсь, сильно не мешает картинке. Хотите знать, что за этими окнами? Это все будет во второй части. Это прекрасный музей великого путешественника. Продолжаем идти. А видно по листьям, да, что пальмы такие сухие. Не ярко-зеленые. А вот такие сухой-сухой, такой зеленый цвет. Практически белый. Вот я себя так же сейчас чувствую. Жара такая, капец просто. Сегодня в трех углах форта есть цилиндрические башни. А в четвертом менеджелис шейха. Или приемная, где он принимал гостей и вел свои дела. Вот здесь вот надпись на рабской вязи. Сейчас вам процитирую, что она гласит. Надпись переводится так. В голове славы открывается дверь добра, где радость и счастье с высокой славой пребывают в благословении чести. И отметьте этот высокопоставленный дом, построенный шейхом Зайдом. Так что теперь мы знаем, что находится за этой надписью. А вот первые пару лет я все время гадала, что это такое. Это просто главный менеджелис, главный дом, так сказать. Главная комната в этом форте. Все, входим. Вот это надпись. И еще надпись. Вот интересно. Какую из них я вам перевела, я не знаю. Подозреваю, что это одна надпись, разделенная на две. Ну, какие двери красивые. Напоминает, да? Эляйн Мьюзиум. Музей Эляйна, где есть комнаты шейха Зайда. Не первого шейха Зайда, который построил этот форт, а его внука, президента, первого президента Арабских Эмиратов, шейха Зайда, который объединил все семь Арабских Эмиратов. Смотрите, какая красота. Вот, сам вход в форт, две башни и никого нет. Только мы. Чудесно. Ну что, заходим вперед, в двери. Посмотрим в комнатку. Похоже, в комнатке ничего нету. Или это коридорчик, ведущий в комнаты. Потолок, я так подозреваю, украшен стволами пальм. Шикарно. А что мне нравится, что действительно шикарно, здесь прохладно по сравнению с тем, какая жара на улице. И идем вперед. Еще комнатка, и там еще комнатка. Но что-то я не припомню, в прошлое мое посещение, я не припомню, чтобы это было открыто. Честно говоря, мне так плоховато видно после улицы. Тоже здесь фонари, тоже здесь потолок, украшен стволами пальм. Ну что, занырнем, дорогие мои подписчики. Ну, если вы сейчас смотрите это видео, значит ничего со мной не произошло. Я его удачно смонтировала и вернулась на землю. А, ну ладно. Ай. Все живо, все нормально. Здесь маленькая комнатка, вообще узкая, узкая, узкая. Тоже потолок и пальмы. Такие стены, надо потрогать их. Ой, что-то такое, как эхо прям. Трогаю стены, как такой песочный камень, глина что ли. Ну, так красиво смотрится. Так, поскольку у меня каустрофобия уже немножко начинается. Здесь мы, похоже, все интересное посмотрели. Уже как-то хочется отсюда выбраться. Ура! Мы вышли. Коридорчики, кстати, напоминают снова-таки Элиань-музей, где жил Шейхзайт с семьей. Шейхзайт, который президент. Так, осмотрим этот Манжелис. Слышите, как птички поют? Здорово. Пойдемте, пройдемся по коридорам. Двери здесь закрыты. Ну, ладно. Если будет что-то интересное, конечно же, открытое, мы зайдем. Это что-то мне камин напоминает, честно. какой-то кофеек здесь сделали. Идемте вперед. Красивые орнаменты. Мне эти кругляшки напоминают вентилятор. Да, по такой же жаре хотелось бы вентилятор, точно лишним было не было. Ну, вот такой форт. Пока никаких кроватей не находим. Ничего такого. Возможно, все уже убрано. А то, что есть, постарюсь, в музее Эляйна, с этим туда можно зайти еще и посмотреть. Ага. Ну, написано какой-то зеленая стрелочка, значит, заходить можно. Так, здравствуйте. Да, вот, наверное, это жилые комнаты, но просто без утвари. Снова потолочек со стволами от пальм. Здесь должны стоять, наверное, какие-то аксессуары или кальян или ножны, либо чашки. Но все убрано. И, в принципе, никогда здесь такого ничего не стояло. Я повторюсь, я уже много раз была в этом форте. Красиво. Пойдем дальше. Продолжаем двигаться коридорами форта. Слушаем пение птичек. И вот тут такая прекрасная мозаика есть на маленьком балкончике. Не знаю, вот так называю балкончик. Смотрите, вот, не знаю, кто поломал это, но вот, когда я первые мои два года посещала этот форт, оно было целое. Вот, я уже шестой год в Эмиратах, а потом я пришла как-то и увидела, что сломана мозаика, так как-то подрастроилась. что бы не починить хотя бы. Красиво здесь балкончик. дверь можно не заходить, она закрыта, на ней замок. Вот, что открыто, это открыта комната здесь, я просто уверена, такая же, да, такая же, поэтому не будем здесь останавливать свое внимание с таким же потолочком. Лампы здесь красивые. интересно как-то посетить форт вечером, правда, он работает до 6, поэтому тут не знаю, будет ли гореть лампы, вот, одна лампа горит, кстати. Здесь следы, что ли, какие. Вот, какие-то углы разные, прям, заходим. Здесь уже финиш, тупик, ох, как здесь какой-то просто сквозняк такой редкостный. такая же вот штучка. Такой же вверх. Такая маленькая комнатка, наверное, здесь просто накидывались не матрасики, я даже не знаю, как назвать какие-то ткани, и на них спали. Ох, спина моя после этих всех лазаний. По-моему, самое время лайт поставить. Ох, чуть не упала. Пойдемте на улечку, посмотрим на солнышко, подышим жаришкой. Это уже выход из Манжлиса. Идемте в комнаты, посмотрим, что там происходило. вот такой он Манжлис. Ага, там колодец у нас находится. Ох, как птички летают, слышно вам? вот и колодец, ну правильно, вода обязательно должна быть. Так, глубоко, глубоко я вижу. Телефон бы не уронить. Там есть вода. Ниташа говорит, там вода есть? Да, там видно, надо на себя наклониться, но телефон этого не покажет. Ну вот, мы посмотрели Манжлис, а сейчас пойдем смотреть башни. Все, башни стоят, птички поют, а мы с вами выходим из Манжлиса и идем смотреть башни форта. Там тоже есть что посмотреть. Ух, ветерок задувает хорошо. Все, выходим. так, мы выходим, но здесь еще дверца есть. Давайте заглянем, какие стенные путешественники. Нужно смотреть все. Ага, снова пустая комнатка, поэтому выходим, обращаем внимание на ворота. Ух, такие стрии. Они не деревянные, но, кстати, какое-то железное. Ворота сами деревянные. Ага, ну вот, похоже, вот вязь. Вот она, скорее всего. Как я подготовилась и прошла вам. Вот, и с одной, и с другой сторон есть вязь. А что означает, я вам уже рассказала пару минут назад. Все, сейчас выходим, идем к башне. Вот уже мы с вами подошли к башне. Она чуть-чуть темная, потому что солнце за ней светит. А башня была построена первая. Она четырех уровня. И, скажем так, это именно стиль строительства Арабских Эмиратов. А потом уже был построен весь форт. Сейчас снова посмотрим вот вход, откуда мы с вами пришли. И вот Манджлис, старый форт, где мы с вами были. Красиво смотрится вообще пустыня. Сейчас, по-моему, пришло время исследовать башню. Ну, вперед так вперед по ступенькам. по ступенькам башня. Поднимаемся. Ну, мусорка современна, понятное дело. Так, направо пойдешь, форт обойдешь. Что у нас дальше? Налево пойдешь. Думаю, точно так же форт обойдешь. Ну, что? Прекрасные герои пойдут налево. ступенечки. Ага, ступенечки дальше ведут ко второму. Я не, мы на втором сейчас ярусе. Уже, на третий ярус ведут. Ну, давайте обойдем уже форт. Что же уже? Ой, класс, парк Эльджахили, смотрите. Какой зеленый парк. Как здесь приятно гулять, конечно же. Как хорошо, когда тепло. Так, ну, давайте пройдем все-таки. какое узкое пространство. Так, здесь уже пошире, главное не оступиться, много выбоин. сейчас прям на солнце вышли, так жарко-жарко и ветер такой, аж свистит просто. Ветер и солнце, все, чтобы сгореть. Красивое зеленое дерево. И с этой стороны показываю вам форт, потому что с другой немножечко засвет от солнца был. все, завернем и пойдем с вами наверх на следующий ярус. Ну, вот, перед нами ступенечки. Конечно, здесь нужно быть немножко осторожными, они не очень удобные, высокие, рекомендую заходить боком. Наташа уже прогулялась. Только здесь можно пойти. Только здесь дальше нельзя идти, да? Смотрите, какая узкая. Ну, идемте посмотрим. Да, наверху там последний ярус почему-то всегда закрыт. Не удается туда добраться. Ага, комнатка. Давайте сократим тогда наш путь, что вокруг мы уже обходили. что же нам по жаре то идти. А, какие ворота красивые. Не ворота, это двери скорее всего. Ага, протиснулись. Идем, выходим наружу. Ну, скажем так, мы просто сократили путь. узкий. узкий вообще здорово узкий. Так, идемте прогуляемся снова. Вообще, я вам скажу, когда не жарко, здесь гулять одно удовольствие. Ну, и сейчас-то всего, наверное, 30. Ох, все уже, уже и уже. Такое, я вам скажу, не особо удобный пол покрытия, чтобы идти. Такое каменное, глиняное, покоцанное уже. Все, вот мы и выходим уже. то есть вот сюда вот наверх подняться, но никак пока не добраться туда. Зато нам хорошо видно Эль-Джахили парк. Хорошо виден старый форт Ванжлис. Ну, так, высоковато забрались. Как вам форт понравился? Гуляли вы здесь? Пишите в комментах. Вот, спустилась мы вниз. Показываю вам башню. Вот она какая. Ступенечки, башенка со своими четырьмя ярусами. В последний мы не добрались. Когда-нибудь доберемся обязательно. на еще вам могут показать в форте видео. Главное зайти в центр визиторс. Документальный фильм и также много книг на продаже. Смотрите, какой форт был и как его реконструировали. реновация началась в 2007 закончилась в 2008 довольно-таки быстро его сделали и потом уже пускали туристов и резидентов посмотреть что же такое настоящий эмиратский форт. Ну вот как форт реконструировали. Ну как вам сегодняшняя экскурсия понравилась? Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. А в следующей части я расскажу вам про великого путешественника, музей которого находится в этом форте. Именно поэтому я люблю приходить сюда, в этот форт. Этот великий путешественник пересек шейхом Зайдом целую пустыню. Поэтому до скорой встречи!